Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Профилактические работы проходят в котельной жилого комплекса «Усадьба Суханова». Это одна из частных котельных. У нас таких на территории округа достаточно много, порядка 20. Участники местного отделения «Движение первых» провели в парке-опаренке фестиваль туризма. У нас есть вот такой плакат со знаками топографическими и есть вот такая карта леса. С 1 июня в Ленинском округе начались плановые отключения горячей воды в домах для проведения ремонта и плановых работ. Сейчас профилактика началась в котельной жилого комплекса «Усадьба Суханова». Подачу тепла и горячей воды в жилом комплексе «Усадьба Суханова» обеспечивает модульная котельная, в которой практически весь рабочий процесс автоматизирован. Тем не менее, оборудование требует профилактики. Какой период времени планируется отключение? Мы запланировали на 10 дней, но, как правило, мы где-то не через 7 уже начинаем прогрев котлов и максимум на 9 день мы уже запускаем. Заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина проверила, как идут профилактические работы в котельной. Процесс пересмотра и чистки оборудования не прекращался даже в выходные. В связи с этим большая часть работ уже завершена. «Производятся работы по подготовке к отопительному периоду. Непосредственно это очистка котла агрегатов, это замена натриево-котинетового фильтра, это протяжка контактных групп. На данном этапе перевыполняем план. На процентов 20, наверное, уже все запланированные работы выполнены. Мы включаем всегда теплоноситель на 2-3 дня раньше». Котельная жилого комплекса «Усадьба Суханова» введена в эксплуатацию в 2017 году и обеспечивает подачу горячего водоснабжения в 6 жилых домов. На данный момент на предприятии трудятся более 10 рабочих. Гидравлические испытания котельной запланированы на 20 июня. «Это одна из частных котельных. У нас таких на территории округа достаточно много, порядка 20. И мы, естественно, проезжаем все котельные абсолютно и смотрим, как ведутся работы, какие необходимые мероприятия проводятся. Мы это проверяем со своей стороны, чтобы быть спокойными, что все жители проведут отопительный сезон совершенно спокойно, никаких вопросов у нас не возникнет». Проверка проведения профилактических работ в котельной прошла успешно. Все мероприятия проходят в соответствии с графиком. На данный момент обойтись без отключения горячей воды в летний период нельзя. Однако сотрудники котельных делают все, чтобы этот процесс проходил как можно быстрее. «Период работы, произвести опрессовку и найти утечку, ну, это, скажем так, совсем проблематично. А после отключения, то есть мы накачиваем нужное давление в теплотрассу, и уже проходим камеры, смотрим выявление, утечка есть, нет. Это при необходимости замена каких-то запорных арматур». Ознакомиться с графиком отключения горячего водоснабжения можно на сайте администрации Ленинского округа. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 41-летнего гражданина, разыскиваемого за ранее совершенную кражу чужого велосипеда. Инспектор роты полиции Ленинского отдела вневедомственной охраны, находясь на посту внесения службы в музей-заповеднике Горки Ленинские, на мониторе камер видеонаблюдения обратил внимание на мужчину, схожего по приметам из ранее полученной разыскной ориентировки. Гражданин несколькими днями ранее совершил кражу велосипеда, принадлежащего сотруднику музея, и скрылся в неизвестном направлении. Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался уроженец Республики Молдова. По данному факту производится проверка. Участники местного отделения «Движение первых» провели в парке Опаренке фестиваль туризма, на котором познакомили всех желающих с основами туристической деятельности. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стафёровой. Лето – отличное время для туризма. Однако далеко не каждый знает про походный быт. Участники молодежной организации «Движение первых» провели фестиваль туризма в парке Опаренке, чтобы научить ребят базовым знаниям, как ориентироваться по карте и компасу, завязывать туристические узлы, оказывать первую помощь в условиях дикой природы. В «Движении первых» одно из 12 направлений – это туристическая деятельность. У нас есть уже активные туристы в «Движении», которые хотят, чтобы как можно больше ребят, молодежи, школьников привлекалось к этому направлению и знакомилось с таким видом деятельности, с таким видом провождения времени, как туристический отдых. Но это и не только отдых, это и огромный труд еще. Екатерина Шершнева – ученица Видновской гимназии. Ей 14 лет. В своей школе она занимается спортивным туризмом. С конца 2023 года Екатерина состоит в «Движении первых». Так как ей близка тема туризма, в молодежной организации она отвечает за его развитие на территории Ленинского городского округа. Именно у Екатерины возникла идея провести туристический фестиваль для детей. Здесь будет несколько этапов. Это оказание первой помощи в условиях природной среды, топография, вязание узлов, туристический быт и полоса препятствий. Также будут играть гитаристы для создания атмосферы походной. Например, Ольга Хоренкова объясняла, как ориентироваться на местности по топографической карте. У нас есть вот такой плакат со знаками топографическими и есть вот такая карта леса. Значит, у нас задание – изучить все топографические знаки и определить, какого из них нет на нашей карте. Вот. Задание может показаться простым, но на самом деле оно достаточно сложное. Ульяна Насонова наглядно показала, как зафиксировать голеностоп при вывихе с помощью медицинского бинта и обычной палки. Нужно найти палки подходящего размера и как можно туже зафиксировать их в области стопы. Активисты из «Движения первых» уверены, что очень важно еще со школьных лет учиться основам туристической деятельности, так как если окажешься в условиях дикой природы, будешь к ней готов. Юлия Астаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Более двухсот лет назад была построена усадьба Тимохова-Саласкина. Долгое время она находилась в плачевном состоянии. Не так давно усадьба была полностью реконструирована и отремонтирована, а в парке наведен порядок. На сегодняшний день она стала популярным местом отдыха местных жителей и гостей города. Тимохова-Саласкина – редкий пример почти полностью сохранившейся усадьбы с главным домом, конюшнями, скотным двором и прочими хозяйственными постройками. Чтобы жители города больше знали об истории усадьбы, на территории начали проводить экскурсии. Ведь не зря она считается самой настоящей жемчужиной. Экскурсия уникальна в том, что она в черте города. Это раз. Это купеческая усадьба 19 века. Хотя я бы назвала ее дворянско-купеческой, потому что изначально все-таки там постройки 1812 года. Именно в то время здесь была деревня Тимохова. Среди полей на возвышенности представители рода рамадановских возвели господский дом. И впоследствии владельцы менялись несколько раз. В честь последнего купца Саласкина усадьба и получила название, сохранившееся по сей день. Очень хорошее впечатление, очень много нового, интересное. Вот именно, что мы живем в этом городе, и я очень многого не знала вообще. Расположение восьми зданий напоминает почетный двор. Главный дом усадьбы запоминает со своей башней с ромбовидным окном. Сам особняк деревянный, но стоит на каменном цоколе. Помимо необычных архитектурных решений, интересна и судьба усадьбы до и после революции 1917 года. И, конечно, история сильной любви. Графиня отвечает очень просто. Ни богатства, ни почести ей не нужны, если нет рядом любимого мужа. Главное, что тут такие интересные происходили события, что я даже немножко записалась, чтобы не забыть. И потом буду рассказывать своим знакомым. Сейчас в усадебном комплексе обустроен городской парк, есть кафе, библиотека и ресторан. А в бывших конюшнях разместились творческие мастерские. Настоящее место притяжения для жителей и гостей города. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok